всем привет продолжаем прохождение battle brothers за попрошайку сейчас посмотрим наше положение вещей посмотрим ситуацию у нас имеется сейчас на данный момент третий уровень по предметам вот такой вот закуп много поломанных предметов к сожалению постепенно будем ремонтировать в комментариях мне подсказали что благодаря нашей способности учить навыки после победы над врагами новый навык это блок посохом персонаж получит плюс 16 к защите в ближнем бою с посохом в руках потом со всех сторон успешные удары цепами постепенно снижают защиту цели в ближнем и дальнем бою на минус 3 эффект удваивается если атаки попадают в голову промахи снижают защиту цели на минус 1 далее заостренный наконечник проникающие атаки ближнего боя против врага без счета получают плюс 10 процентов к шансу на попадание хулиган урон в ближнем бою увеличена 10 процентов за каждый уровень разницы между боевым духом персонажа и цели только если боевой дух персонажа выше чем у цели вот такие вот у нас появились навыки после двух боев в которых мы побеждали некоторых противников здесь задание нет поэтому направимся другое поселение посмотрим что можно будет сделать в идеале мне подсказали в комментариях что в идеале бы выполнять здесь квесты сюда прибегать посыльным и налаживать отношения было бы конечно неплохо но сейчас будем перемещаться между поселениями которые не враждебны чтобы как-то известность поднимать выполнять квесты мы получаем боевой меч и мы получаем льняную тунику здесь у нас встречается незнакомец окей хорошо спасибо меч это конечно приятный подарок что у нас тут вернуть предмет сопроводить караван на рынке на рынке продать пока ничего толком не получается единственное продам наверное немного лишних здесь лишнюю броню продам чтоб не забивать инвентарь ненужным хламом у меня есть как раз посох если я возьму посох в руки вот для сравнения у меня сейчас 21 защита в ближнем бою с щитом и оставлю и у меня 22 защиты в ближнем бою даже больше получилось по сути это даже может лучше ходить с посохом не знаю пока что не знаю легкий прямой меч неплохо сбалансирован подходит для выпадов колющих и режущих ударов можно даже попробовать с мечом походить наверняка он получше будет чем копье посмотрим здесь еда у меня пока есть поэтому не долго думая убираем квест сопроводить караван и пробуем сопроводить караван до конечной точки назначения посмотрим куда пойдем разбойники у нас появились на горизонте но они пропали нас не догнали похоже что мы пойдем через враждебное нам поселение и скорее всего они на нас нападут но перед тем как мы подошли к поселению на нас напали разбойники ночью из засады куча собак тут всего два у нас караванщика но это некоторая проблема честно говоря попробуем с собакой подраться не попадаю кусаются собаки противников очень много я надеюсь опять же на караванщиков в основном посмотрим как вообще будет ситуация тут а я не занял хорошую позицию это сыграет злую шутку со мной обязательно надо бы как-то отойти от не получилось статьи вот тут этой точке ландшафта отойти я хотел но не получилось получил два удара а тут вся надежда конечно же на караванщиков а мне нужно получается просто стоять и держать удар максимально насколько это возможно ну я пожалуй контратаку попробую использовать усталость уже накопилось к сожалению так одним ударом мы почти все здоровье снесли противнику ну похоже что осел не жилец а наверное внизу тоже есть ослы просто я их не вижу мне так кажется нас 6 человек тут мне щит сломали оказывается я когда-нибудь наверное попаду по собаке надо было по вот этому бить по разбойнику скорее всего но тут у противников конечно же шансов нет на победу 51 процент ну да мне проще бить по вот этому разбойнику но я все равно не попадаю слишком маленький шанс на противники по-любому будут отступать так что это было почему она померла она пыталась убежать я ее получается подрезал ну караванщики конечно очень мощные по сравнению с моим колобком колобок к сожалению пока не представляет какой-то серьезной угрозы для противников даже для слабых противников наконец таки с песиком разобрались вот тут надо было стоять на хай граунде противники отступают да все кончено трофеи совсем чуть-чуть трофеев ну хотя бы это это хорошо получили продолжаем путешествие наше ну скорее всего мы нарвемся на ополчение надо будет убегать мне посоветовали встать в вторую линию вот тут наверно а нет лучше наверно вот здесь где-нибудь поближе к караванщикам то у нас тут хорошая броня наверное нет мы вроде отошли в сторону от враждебного поселения а нам нужно опять же во враждебное поселение другое просто прийти ополчение до бегут за нами предводитель ветеран стрелок немного ополченцев бежим мы не сможем с ними ничего сделать к сожалению надо будет искать новый квест возвращаемся да откуда пришли то же самое поселение нужно накопить 2000 крон повысить известность в идеале сюда можно сходить в голдхофт что у нас по квестом сопроводить караван вернуть предмет посмотрим по продаже предметов ничего интересного вернуть предмет куда хотите вернуть предмет а нет вернуть предмет это значит с кем-то сразиться меня это не устраивает пробуем сопроводить снова караван надеюсь в какой-то союзный город мы пойдем мы получаем волчью шкуру и мы получаем топор по вот этому ивенту хорошо волчью шкуру можно продать насколько я понял и топор до топор вот он топор 3045 вес минус 10 вес минус 6 копье тоже минус 6 веса а у меня щит сломан тогда с посохом побегаю вот так посох мне дает довольно таки много защиты поэтому побегаю с ним волчья шкура до дорогой предмет можно будет продать много разбойников немного браконьеров несколько боевых псов псов попробуем сразиться посмотрим получится ли победить собаки пошли вперед как раз к нам отбежали быстро лучники идут вперед а нет все враги пытаются сократить дистанцию мне нужно отбежать в идеале постараться отбежать у меня это получилось хорошо главное чтоб первый удар приняли на себя караванщики людей у противников очень много аж 16 человек 16 юнитов тут как бы собаки есть интересно какие статы у караванщиков сколько у них атаки точности попадания вот интересно узнать было бы потому что у меня с этим ну прям большие проблемы такс 4 d4 d25 выносливости 13 выносливости пробую подраться с собакой пока там караванщики разбираются со всеми остальными я буду дуэлица с псом боевой пёс уворачиваюсь от его ударов ну караванщиков довольно таки непростая ситуация очень много противников я надеюсь что они справятся в целом ой 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 такс минус один караванщик получается у нас большие проблемы караванщики по морали немного просели это плохой знак как-то уж слишком близко не хочется подходить честно говоря очень много урона караванщики получают елки-палки похоже что придется бежать тут я особо не вижу перспектив к победе наверно придется убегать все таки вариантов особо здесь мне кажется нет рисковать нет смысла все мы отступили удалось только собачку победить противников нам надо бежать голдхофт стал враждебным к нам насколько я понял похоже что людям не нравится что караваны грабят я не справляюсь с охраной этих караванов вооруженный гонец наверно тогда надо будет брать квесты я принимаю 90 крон это наверное куда-то в соседний соседнее поселение соседнее поселение северо-запад это вот сюда отправляемся так у нас тут все теплеты я надеюсь удастся от них убежать да удалось убежать хорошо мы получаем 90 крон хорошо тоже мне надо продавать вот эти предметы которые я она купил ну вот древесину продам с волчьей шкуры тут не вариант продавать пока выхожу вроде я накопил 2000 крон смотрим что у нас тут получится известность от рады растет вы получаете боевое знамя нужно выбрать сейчас цель следующую назначить сержанта 12 так бросим вызов отряду из 12 или более противников давайте вот наверное вот это вот выберем 12 и более противников что у нас с известностью отряда сведения об отряде получить боевое знамя есть получено на 49 день надо купить еды обязательно еда закончилась сопроводить караван куда ну попробуем сопроводить да мы не направлялся этот караван у нас путь на запад прибываем мы в green wall получаем кроны по предметам ничего интересного здесь нет псарня может быть пса какого-нибудь прикупить а может даже ручного волка куплю ручного волка будет веселей с ним бегать купер его зовут кличка новый уровень прокачиваем выносливость прокачиваем навык ближнего боя и защита в ближнем бою вот так по навыкам что можно будет взять а у меня еще появился здесь за то что я убиваю собак мне тоже дают навыки получается следопыт с персонажа с этим навыком понадобится на 1 о да меньше при передвижении по любой местности вплоть до минимума в 2 о д за клетку а затраты выносливости снижены в два раза смена высоты теперь не требует дополнительных затрат о д классная штука твердолобый удары по голове больше не наносят критического урона этому персонажу что также значительно снижает риск получения ослабляющих травм головы эффект оглушен примененный к этому персонажу преобразуется в выбит дух предоставляет невосприимчивость к отбраковке классно классно но я могу здесь третьем тире что нибудь изучить например рокировка выдержка рокировка позволяет двум персонажам поменяться местами игнорируя зону контроля противника при условии что они оба не оглушены не обездвижены или не выведены из строя другим способом попробуем взять рокировку я думаю она в будущем может нам помочь выжить каких-то ситуациях окей квестов тут нет интересных отправляемся в шварптук шварпук так правильнее будет пока вы идете своим путем мимо вас проносится толпа людей в оборванной одежде мы никого не видели поблизости и немного облик нашего отряда улучшился из-за того что мы так ответили броня боевого пса из кожи мы можем сделать за 50 крон ну на моего лютого волка наверное эту броню нельзя надеть попробую сдам а ну-ка может все таки получится надеть предметы любому боевому псу ну значит волк не относится к этой категории вернуть предмет в вооруженный гонец давайте выберем вооруженный гонец и сейчас посмотрим куда мы должны отправиться северо-восток сюда в два дня так ну возвращаемся пожалуйста пожалуй в духенхаффен по квесту давайте вернемся идем по горам по лесам жалование мы не платим это хорошо все заслуженная награда храма здесь нет нет давайте выпьем в таверне вооруженный гонец снова можно будет посмотреть черный рынок что продается на черном рынке наверняка есть что-то интересное но мне это не по карману мне нужно подремонтироваться конечно в идеале беру квест вооруженный гонец отправляемся юго-восток вот сюда вот сюда бы зайти в это поселение может там какие-то квесты есть интересные вооруженный гонец снова вот он храм не могу избавиться от травмы вот этой вот увечья ладно интересно можно будет вообще от этого избавиться увечья но в храме вроде как нельзя получается здесь ничего сделать не могу интересного могу продать медные слитки наконец таки но есть ли в этом смысл в этой продаже есть ли смысл берем берем тогда квест вооруженный гонец принимаем так с северо-запад пока что не выпадают города вот эти вот враждебные мне захваченные руины можно атаковать но я этого делать конечно же не буду так вы повстречали с человеком которого окружила толпа разгневанных и пьяных крестьян окруженный мужчина носит черную шляпу и держит у бедра арбалет причем его палец уже на спусковом крючке неподалеку сооружен костер с воткнутым в него столбом вокруг которого разложены веревки чтобы привязать жертву толпа кричит и галдит плюясь и пуская пену изо рта кое-как вы улавливаете суть происходящего поселение наняло охотника на ведьм и как объясняет один из воинствующих крестьян он нашел таки ведьму после чего решил что она вовсе не ведьма и отпустил во своей оси крестьянин запинается он едва не плачет от такой несправедливости толпа ревет похоже этот предполагаемый охотник на ведьм совершил одно из самых страшных преступлений на свете надоел мирянам ну давайте попробуем вмешаться получаем 75 крон ладно я рассчитывал на нечто большее из этого всего такс здесь ничего вооруженный гонец стали частенько появляться эти квесты с одной стороны это и хорошо покупать предметы я пока не буду значит поделаю квесты по доставке предметов так юго-восток вот сюда управляемся похоже что сейчас самый идеальный вариант это не караваны а именно доставка предметов казначейская перевозка казначейская перевозка возьмем казначейскую перевозку 100 крон принимаем да надо будет отправляется юг на юг отправляемся на юг быстренько быстренько сейчас доберемся до юга выполним выполним квест 21 опыт получен вооруженный гонец снова тут есть что у нас по опыту нужно еще почти 1000 опыта окей ладно выбираем тогда вооруженный гонец и идем дальше выполнять задание здесь относительно тут на востоке относительно безопасно поэтому целом целом нормально можно выполнять квесты единственное надо про еду не забывать покупать еды побольше периодически с голоду не помереть так рыбки возьмем и зерно что по квестам вооруженный гонец экономика экономика 490 давай отправляемся странник что тащит за собой телегу со своим добром направляется в вашу сторону ну ну ничего не произошло ладно так тут скорее всего возможно за мной ополчение выдвинется это не вы не выдвинулась ладно грюнвал проходим мимо шварт бук нужно будет его посетить выполняем задание ой сопроводить караван снова ну даже не знаю есть ли в этом смысл какой-то так мне нужны инструменты очень дорогие инструменты наверное не буду брать их сопроводить караван нет не буду пока брать эти квесты по сопровождению караванов слишком много воинственных городов вокруг появилось поэтому ладно пока без этих квестов так побудем в роли курьера поперемещаемся путешествуем сопроводить караван снова да давайте в таверну зайдем так не получилось поднять настроение что у нас на рынке на рынке ничего по сути приятного нету срай древесина можно купить высококачественную древесину можно купить а по инструментам какая цена 340 очень дорого тонхайм она здесь и произведена это пачка инструментов ладно куплю может ремонт какой-то будет делаться мне нужно отремонтировать броню обязательно выдвигаемся в следующее поселение вооруженный гонец есть казначейская перевозка броню пса продам можно продать сырую древесину навариться и здесь навариться можно наверное все по продаю о хорошо хорошие здесь цены в целом меня устраивает 3400 удалось накопить по квестам вооруженный гонец казначейская перевозка можно попробовать давайте казначейскую перевозку возьмем 250 крон пойдет юго-запад юго-запад вот сюда направляемся идем по новой дороге тут мы еще не ходили точнее даже не по дороге вы получаете боец волкодав броню убрал и получил собачку ладно управляемся в поселение так изгнать разбойников вооруженный гонец сопроводить караван охота на чудовищ вооруженный гонец берем квест куда то скорее всего очень далеко надо будет идти я куплю еды на это дело снова сюда возвращаемся курсируем чисто по вот этим поселениям туда-сюда пока без боев у нас задача сейчас накопить кроны чтобы купить хорошее снаряжение ну и копить опыт вооруженный гонец вперед 80 крон наверное в соседнее поселение какое-то сюда управляемся Кенигсхайн вы остановились на небольшой отдых неподалеку от дороги и тут к вам приближается разноцветная повозка покачиваясь и бринча звеня зазывающая музыкой мы заплатим за представления не спасибо я у меня нет времени на эти представления все получаем свои 80 крон целых вернуть предмет вооруженный гонец сопроводить караван вооруженный гонец принимаем предложение вооруженный гонец все здесь ничего нет по квестам попробуем может быть разведать обстановку в других местах пойдем по дороге для разнообразия прогуляемся тут 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 конечно бродят варвары блин варвары опасные ребята они меня так догнать могут не 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 с варварами я связываться не хочу варвары очень опасные это не какие-то разбойники голодранцы серьезные ребята пока не выпадает квестов чтобы вот вот в эти поселения заходить к сожалению не ведут туда квесты чтобы я как-то репутацию восстанавливал постепенно на меня нападают какие-то алмазные когти похоже какие-то наемники и как мне от них убегать вопрос пробую в эту сторону собака меня преследует пробую убежать все равно кусается лучник стреляет уже меня окружают постепенно лучник попал прям на ходу стреляет и попадает обалдеть ну вроде мы убегаем в целом ступаем собака по сути в основном не попадает поэтому нам удается малой кровью отделаться алмазные когти вы кто такие вообще откуда вы взялись направляемся сюда духенхафен мы получаем льняную тунику окей льняной предмет сопроводить караван давайте в таверне выпьем наконец таки хорошее настроение у нашего колобка можно можно даже присмотреть какие-то предметы себе мистический посох крепкий посох с кристальным шаром в наверш ши который непонятным образом ловит свет 40 50 этот это посох как у меня получается дальность в две клетки интересно что он делает этот посох ну наверное он не позволили не позволяет мне колдовать заклинания странное мясо наверно странное мясо я покупать не буду ладно здесь данный момент не вижу ничего интересного такого для себя попробую сопроводить караван мне бы подраться как-то в идеале подобивать хотя бы кого-то похоже мы отправляемся на северные земли сюда а тут у нас варвары вот они как раз и я думаю что шансов у нас тут снова не будет а варваров кто-то преследовал поэтому они убежали ух ты так далеко мы еще не заходили тут поселение есть надо будет сюда наведаться обязательно приходим в замок что у нас тут в замке ратный двор есть о ратный двор это у нас тренировки отлично наконец таки я нашел место где можно тренироваться тут у нас бой спарринге плюс 50 процентов к получаемому опыту в следующем сражении вот есть плюс 35 процентов получаемому опыту и плюс 20 процентов в течение пяти боев но зато плюс 5 к боевым показателям вот это я возьму суровую подготовку вот у меня теперь имеет имеется возможность нанимать людей наконец таки это очень хорошо такс наемники ого третьего уровня сразу можно нанять кого-то что у нас здесь по наемникам бальдерик талантливый беженец тут насколько я понял у каждого наемника у каждого братка есть свои некоторые бонусы для отряда вот например вот этот насколько я понял увеличивает размеры инвентаря на плюс 5 инструменты материалы плюс 5 боеприпасы разведка умения отряда он похоже что разведчик давайте попробуем нанять его и тут еще один кто он у нас бродяга разведка и собирательство давайте наймем тоже у нас кроны имеются теперь их надо как-то снарядить в идеале кто они у нас вообще такие так вот на тебе вот эту вот броню тебе вот эту крутую броню лохмотья убираем и ставим дать ему копье или топор держи наверное копье по навыкам что у нас тут по навыкам он умеет интересного он похоже какой-то стрелок возможно давайте прикупим для них предметы хотя бы какие-то щиты например было бы неплохо купить хотя бы покоцанные один покоцанный один нет и по оружию дубинка ничего особо интересного я не вижу по оружию так ты бери щит и ты бери щит вот так вот пятнадцать двадцать тридцать тридцать сорок пять ну вот так топор бери сорок восемь навык ближнего боя у этого парня да этот стрелок это чистый стрелок чисто любивый инициатива решимость получаемый опыт спартанец предыстория беженец ну раз он такой стрелок может даже прикупить ему лук если на то пошло пускай развивает свои навыки у меня вроде бы стрелы были поэтому почему бы и нет хотя с другой стороны зачем мне лучник да зачем мне лучник если они в основном у меня будут в роли пушечного мяса пока что я не думаю что этот бальдерик супер крутой и мне стоит его оставлять на будущее у нас задира ой плохие статы у него да это в основном пушечное мясо получается будем тогда сильно на них ставку не делать что у нас по лук тогда давать не буду по лагерю так мы потратили 2 единицы а я только лагерь основал и сразу же мы выдвинулись а как здесь можно настраивать людей палатка снабжения полевая кухня стрельник тренировочная площадка дозор дозорный пост у меня был кто-то с разведкой вот разведка 20 так ремесленник ремонтом у меня занимается колобок а этот у меня получается на отдыхе просто колобок на тренировке пускай ремесленник а вот ремонтом будет заниматься вот этот вот охраны какая будет ремонт происходить а тренировками будет заниматься у нас колобок теперь у меня будут расходы по жалованию большие расходы еды поэтому нужно будет это учитывать все дело управляемся вот в это соседнее поселение посмотрим здесь конечно бродить довольно таки рискованно потому что тут варваров много от них нужно будет постоянно убегать мы получаем 7 инструментов хорошо вот тут второй отряд города справился с варварами вот здесь классно что по квестам вооруженный гонец сопроводить караван бронница я могу испытывать вот этих ребят братков смотреть на их характеристики кто они вообще такие получается вот я могу звездочки смотреть испытать испытать но этого я точно бы не нанял дорогие все братки шахтер так расхититель могил торговля плюс 0 5 процента браконьер вот у него разведка хорошее собирательство охота тоже браконьер реаверующий лечение ран эффективность медикаментов нет тут мне ребята не нравится поэтому останавливаться здесь не буду Вооруженный гонец, посмотрим Куда нас направят, 760 крон На юг Куда-то на юг Сюда В Швардбук, вперед Управляемся Надеюсь, варвары не попадутся на пути Окей Вроде без происшествий Все прошло Получаем награду заслуженную Сопроводить караван Давайте попробуем сопроводить караван 830 крон Отправляемся Север, отправляемся на север Так что, скорее всего Скорее всего мы пойдем К варварам, насколько я понял Варвары на горизонте 17 человек Естественно, мы с ними не справимся Но там за ними погнались Так, гоблины-налетчики Опа Немного гоблинов-застрельщиков Немного гоблинов-налетчиков С гоблинами мы еще Не виделись Не сталкивались Ой-ой-ой Еще и по колобку попали Такие меткие стрелки у них Много гоблинов-налетчиков Много гоблинов-налетчиков У нас всего два караванщика Здесь с нами Ну, конечно, такое себе Я не знаю, насколько сильны гоблины Будем пока отходить Назад Вот сюда Дадим возможность и караванщикам Посражаться Пускай гоблины подходят Сами Ой-ой-ой Опасные у них стрелы Похоже, что ядовитые Ты смотри, какие они меткие Пускай караванщики Впитывают урон Ждем Выжидаем Бедный осел Получает Столько выстрелов Да, у караванщиков Большие проблемы Не знаю, пробовать Влетать или нет В гоблинов Трудно сказать Но Можно, конечно, попробовать Рискнуть Но как-то не очень хочется Честно говоря Нужно, чтобы караванщики Как-то тоже посражались А то я влечу А караванщики будут стоять И смотреть Это меня не устраивает Ждем Похоже, одному караванщику Скоро будет хана Осталось у него совсем немножко здоровья Минус один караванщик Второй на очереди Поднимаем щиты Главное Защищать колобка Остальное не важно Так, противник нас пока не атакует Ладно Ну, все Следующий караванщик Не жилец По сути Надо будет отходить Тут я ничего не могу сделать Ёлки-палки Отходим потихоньку Ух ты Какие они меткие Ёлки-палки Ты смотри Что творят, а? Так, надо отходить Это не дело Все, отступаем Трубим отступление Тут шансов Заведомо не было Слишком у них Меткие стрелки Оказались На удивление Я не думал, что гоблины Настолько Профессиональные стрелки Из луков Это стоит учитывать В будущем Я думал, они вообще Какие-то Будут На уровне Оборванцев Каких-нибудь Сопроводить караван Снова Пробуем Еды нет Надо купить еды Очень быстро Уходит еда Вроде нас Три человека А съедается Все Крайне быстро Так, у меня тут Лохмотья всякие Надо убрать Все, отправляемся Когда караван Останавливается На привал Колобок берет вас За руку И тайком отводит К задку Одной из повозок Оглянувшись вокруг И убедившись Что никто вас не видит Он поднимает Крышку Одного из ящиков Внутри На тусклом Свету ярко Проблескивают Драгоценные камни Он быстро Он быстро закрывает Крышку Что будем делать Здесь целое состояние Командир Ну У нас есть контракт В прошлый раз Я камни забрал И это Плохо Закончилось Я испортил Отношения С городом Которого Украл камни И это Не очень хорошо Варвары Не стали они На нас нападать Их всего 6 человек Было Преследовать их Мы тоже не можем Потому что мы В составе каравана Находимся Продолжаем Наше путешествие Делаем Такой крюк Награда 500 крон Будет Ага У нас Засада На Так Не понял А где караван Я Я Я Я почему-то Пропустила Я почему-то Не понял Что происходит Вообще Почему Мы в засаде Где караванщики Куда все подевались На что В ловушку привели Эти же самые Караванщики Мы отходим Тут Шансов нет Тут 12 человек Против нас Преследовать Нас Они не собираются Ладно Уходим А получается Я На ополченцев Тут Нет Наемники Быстрые осколки Это были наемники Ладно Уходим Тогда С караванами Пока вообще Не везет Тут Женщина Выскакивает Из Не 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 Мы Это Не будем Рисковать Вооруженный Гонец Казначейская Перевозка Давайте Вооруженный Гонец 200 Крон В храме Можем Ого 150 Крон Минус 60% Обалдеть Я тебя просто Наверное Лучше Я тебя Просто Уволю Парень Расторгаем Контракт 110 Крон В качестве Компенсации Не будем Компенсацию Платить Никакую Так У меня Снова Получается Уменьшилось Из-за того Что я Караван Продул Уменьшилась Слава И у меня Теперь снова Возможность Только Одному Путешествовать Ладно Нужно Выполнять Много Квестов Чтобы Как-то Продвигаться В этом Плане Вернуть Предмет Наверное Выпьем Ищем Квесты Снова Тут Не выходит Как-то Сильно Продвинуться Очень Много Нужно Выполнять Квестов Курьерских Так Юго-Запад Вооруженный Гонец Берем 840 Крон Можем Получить Юго-Запад Ну это А Вот сюда Хорошо Отправляемся Пойдем Тропой Которые Еще не Ходили Надеюсь Быстро Доберемся И без Особых Проблем Странник Во время Ваших Странствий Вы замечаете Старика Сидящего На вершине Разрушающейся Стены Обычно Это не вызывает Особого Беспокойства И вы Просто Прошли бы Мимо Однако Его хрупкое Тело Затянуто В темную Ткань А лицо Покрыто Седыми Растрепанными Волосами Фигура Достает Трубку И начинает Слабо Попыхивать Он Осторожно Держит На весу Богато Украшенный Череп Который Привязан К его Поясу Цепью Достаточной Чтобы Удержать Гиганта Как будто Череп Убежит Как только Сорвется С цепи Мужчина Опускает Трубку И берет Череп В обе Руки Подносит Его Заглядывает В глазницы 2000 Крон Хочет Чтобы Взамен На предмет Не Я не готов Я отмахиваюсь От незнакомца 2000 Крон Я бы Не хотел Конечно Отдавать Гоблины Охотники Меня начали Преследовать Так Тут бы Поселение Дойти Во Дошел Хорошо Нужно Закупиться Едой Закупаемся Псарния 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 Мне не нужно Продолжаем Наше путешествие Сюда Пустыню Добрались Мы до Местоназначения Тут у нас Есть Алхимик Не У него Ничего Покупать Не будем Корняк Не будем Храм Бронница В храме Ничего Рынок На рынке Довольно Таки Дорогие Предметы Покупать Особо Таки Нечего А что По квестам У нас Изгнать Кочевников Чудовище Пустыни Нет 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 На это Я не готов Орки Орки Мародеры Там стояли Но Вроде Они Меня Не заметили Что у нас Тут По квестам Вооруженный Гонец Вот Есть Кузница Арена Алхимик Наемники Что На арене Два Нахцерер Два Нахцерера Ну Давайте Попробуем Рискнем Я Согласен В прошлый Раз Было Три Сейчас Два У меня Тут Талантливым Прокачался Давайте Ему Статы Поставим Он Он Хоть И Стрелок Но Пускай Будет В ближника Сейчас Качаться Так Что ему Здесь Вкачать Передышку Можно Например У него Копье И щит Здесь Посох Можно Попробовать Собак Повызывать Надеюсь Они Помогут Поэтому Поставлю Собак И тому И другому Так Ну Вроде Все Таким Наверное Составом Отправимся А Да Мне Нужно Ошейники Надеть Вместо Собак Да Хитро Придумано Хитро Ладно Вперед Пробуем О Так Они Мощные Получается Выставляем Копье Тогда Здесь Становимся Позади Нашего Братка Ждем Противника Не Попали Пытаемся Нанести Удар Не Попали Ну Такими Темпами Мы Конечно Не Победим Слишком Маленький Урон О Сожрал Его Ничего себе Они Так Умеют Деремся Хм Хорошо Получается Уворачиваться Но Думаю Это Ненадолго Забавно Забавно Промах Есть Попадание Блин А мы Не Попадаем Перестали Попадать К сожалению К сожалению К сожалению Маленький Урон От Посоха Мы Бьем Но Без Толку По сути Все Выносливость Закончилась Отдыхаем Ой Ой-ой-ой-ой Отбежали в сторону Но Это уже Все Наш 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 браток Был Минус 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 Козе Похилимся Починимся Так Здоровье Восстановили И Вроде бы Как Починились Но Тут Еще Получается Мы Здоровье Только Восстановили 21 Здоровье Осталось Жестко Конечно Почти Получили Уровень Время Пришло Да Уходим Отсюда Что У нас Тут Вооруженный Гонец Было Да Берем Квест Северо Восток Северо Восток Вот сюда Мне нужно О Вроде бы Эти поселения Перестали быть Враждебными Кто это Гиены Они Меня Не стали Догонять Ну По крайней мере Хотя бы Получилось Здесь Репутацию Восстановить Это уже Хорошо Меня Атаковали Неожиданно Из засады Кто Это Альп Кто Вы Такие Кто Вы Такие Я Вас Не Звал Уходите Ёлы Палы Что Это За Существа О Они Быстрые Они Меня Легко Так Догонят Усыпили Ну Похоже У меня Нет шансов Что Либо Сделать Колобок Открывает Глаза Тьма Отступает И Он Понимает Что Все Что С ним Происходило Это Было Сном Все Эти Бесконечные Путешествия Доставки Посылок От поселения К поселению Все Это Неправда Он Без Одежды Без Каких-то Серьезных Средств К существованию Он Обнаруживает Что Он Лысый Весь Шрамах Еще И Вдобавок Косолапый Но Зато Он Ощущает Себе Богатырскую Силу У него Проснулись Навыки Ближнего Боя Две Звезды И Защита В ближнем Бою Одна Звезда Получается Сложность Теперь У нас Легенда Это Новое Прохождение Заколапка Он Не Умер Он Просто Проснулся Что У нас Тут По Предметам Ничего Хорошего Немножко У нас Есть Крон А Именно 252 Мы Проснулись Около Альбика Давайте Заглянем В это Поселение Посмотрим То Можно Тут Сделать Тут У нас Сопроводить Караван Вернуть Предмет Надо Прикупиться Чем Нибудь Так Еда Тут Дорогая Наверное Нет Не Очень Дорогая Возьмем Броню Какую Нибудь Хотя Б Ну Тут Вообще Нет Тут Вообще Все Плохо Давайте Посетим Какое Поселение Вернуть Предмет Нет Все Квесты Здесь Не Очень Хорошие Кроны Тратить Не буду Я На Порт Давайте Отправимся Другое Поселение Закупимся Какими Нибудь Ага Тут Враждебное Поселение Прогуляемся Посмотрим Окрестности Надо найти Еще Поселение Закупиться Какими-то Товарами Тут У нас Тоже Вражеское Поселение 2000 Крон Выбираем Особенно Особенностью Данного Прохождения Как Мне Посоветовали В комментариях Попробуем Сделать Из Колобка Такого Расхитителя Караванов Да Борцом С крестьянами Попробуем С ними Драться Но Для Начала Мне Нужно Найти Поселение Где Меня Не Хотят Уничтожить Просто Напросто Тут 9 Человек Вражеских Надо Бежать Сразу Отступаем Я Надеюсь Убежать Получится У нас Ничего Нет Ни Оружия Ни Брони Надо Будет Как-то Быстренько Выполнить Квесты Какие-то Первоначальные И Обзавестись Оборудованием Вроде Бы Зерно Карты Я Скопировал Из Так Сказать Сна Колобка Но К сожалению Что-то Я пока Не узнаю Территорию Сейчас Прогуляемся Посмотрим Тут Разбойников Везде Куча Они Меня Преследуют Ой-ой-ой-ой Куда Мы Попали Тут Одни Разбойники Везде Ёлки-палки Где-нибудь Вообще Есть Тут Цивилизация Колобок Заболевает Ну Вообще Класс Удача Покинула Колобка Но Мы Наконец Таки Находим Поселение Невраждебное Что Что Можно Тут Закупить Мне Нужно Какое-то Хотя Бы Простое Оборудование Ну Простое Снаряжение Точнее Наверное Возьму Пока Что-то Со Щитом Связанное Ну Здесь Копье Какое-то И щит Чтоб В случае Чего Можно Было Как-то Обороняться А вернуть Предмет Сопроводить Караван Можно Попробовать Давайте Рискнем Попробуем Заодно Откроем Поселение Какое-то Надеюсь Выполняем Квест Получаем Наши Первые Кроны Тут У нас Кузница Без Хорошего Снаряжения Грабить Караваны И прочее Не получится Поэтому Первонаперво Это нужно Обзавестись Небольшим Количеством Крон А потом Уже Думать О Всяких Грабежах Сейчас Пооткрываем Немного Поселения Посмотрим Орки Орки Мародеры Ой-ой-ой Нападают На нас Немного Молодых Орков Окей Посмотрим На них Здоровенные Это еще Молодые Получается Да Капец Это у нас Хайграунд Три Караванщика Всего лишь Что-то Мне как-то Не по себе Честно говоря Надо отойти Подальше Пускай Караванщики Тут С орками Как-то Начнут Разбираться Отбегаю Осликов Пускай Они там Сами Разбираются Караванщики Хороший урон Наносят Ох Ну и им Хороший урон Наносят Ёлки-палки Надо Бежать Значит Офигеть А орки Такие Мощные Оказывается Я думал Молодые Орки Ну Типа Не мощные Они же Молодые Орки Но Получается Что Шесть Орков В легкую Убивают Караванщиков Так Надо возвращаться В общем С караванами Вариантов Нет Взаимодействовать Надо Вооруженным Гонцом Продолжать Работать Надо Прикупить Немного Еды Наверное Так Куплю И Поработаем Вооруженным Гонцом Куда Тут Мне Нужно Отправляться Югу Вот сюда Отправляемся Нахцереры Как Они Меня Догнали Вот Вопрос Бежим Вот сюда Тогда Мы Без брони Поэтому Вроде Должны Бегать Нормально Ступаем Снова Но тут Ничем Прохождение Пока Не Отличается От Сновидений Колобка В которых Он Также Бегал Курьером Бесконечно Похоже Что Это единственный Вариант Хоть Как Заработать Как То Выжить По Итогу Берем Контракт Нахцереры Меня Преследуют Ага Они Вязались В бой Эй Не успел Я На Драку Ну Ладно Не успел Так Не успел Пойдем Куда Нибудь Дальше У нас Тут По Квесту Надо Ити В Верхнее Поселение Окей Получаем Свои Кроны Вернуть Предмет Мне Это Не Нужно Идем Дальше Исследуем Территорию Надо Искать Другие Поселения Я Сейчас Даже Крестьян Не Смогу Победить Варвары Не Сюда Мне Точно Не Нужно Сюда Бы Мне Куда Нибудь Пройти Вот В эту Сторону На Восток Пойду Потихонечку На Восток Посмотрю Что Здесь Там Разбойники Ходят 9 человек Вариантов У меня Вообще Немного Тогда Получается Можно Попробовать Сюда На Запад Пойти Там Скорее Сего Тоже Будет Опасно Разбойники Должен От них Убежать О Какой-то Город Вооруженный Гонец Сопроводить Караван Вооруженный Гонец Беру Куда Мне Нужно К Востоку Вернуться Мне Нужно Пытаюсь Вернуться Вроде Даже Получается Зарабатываем 80 Крон Казначейская Перевозка Берем Нужно Вниз Направляться Отправляемся Так Что Опять Ночь Не могу Ничего Купить Квестов Тоже Нет Попробую Еще Разочек Сюда Пройти Направо Открываем Территорию Тут У нас Ходит Армия Здесь Никаких Подходящих Нету Заданий Брони Нормальной Нет Все По броне Что Здесь Продается Оно Слабенькое Получается Тут Не очень Хорошие Поселения Вот В этой Области Квестов Тут Вообще Нету Закончились Там Семь Варваров Ходило Ну Сюда Нужно Ити Чтобы У меня Других Вариантов Нет Мы Никого Не Видели Поблизости Отвечаем Торговый Караван 8 Нападать Конечно Не будем Вернуть Предмет Наверное Немножко Выпьем Что У нас Выздоровел Нет Не Заживает Из-за Отсутствия Медикаментов А Мне Нужны Медикаменты Медикаменты Ого 436 Крон Ого Это Это Очень Дорого Я Не могу Себе Это Позволить По сути Точнее Могу Но Тогда Я Больше Ничего Не смогу Купить Справляемся Исследовать Регион Дорога Тут Вот Такая Вот Поселение Караван Вооруженный Гонец Храм Храм Не лечит Простуду Похоже Посмотрим Здесь Медикаменты Ну вот Подешевле Беру Бинты У меня Есть Это Дорого Дорого Ну Все Тут Дорогое Я Смотрю Немного Крупы Вооруженный Гонец Может Все Таки С Караваном Попробовать Но Конечно 140 Крон Куда-то Далеко Она Будет Ити Возвращаемся Назад Иду Не По Дороге Опасно Очень Мало На этой Сложности Квестов Очень Мало Наемников Задания Очень Такие Низко Оплачиваемые Предметы По сути Вот Все Что есть Вот такая Броня На 30 Брони И все Одежда На 30 Брони Это Лучшее Что я могу Себе Позволить Сейчас Да Сложность Конечно Такая Серьезная Попробую Встать Лагерем Постоим Немного Может Полечимся Не Наверное Лучше Лучше Все Таки Попутешествовать Я думаю Надо Быть Выбираться Как-то Из этого Региона Мне Здесь Вообще Не Нравится Пробуем Отсюда Убежать Но Песик Нам Попадается Боевой Брат Отлично Во сне Колобка Тоже Была Собака По кличке Боевой Брат Здесь Чёрный Рынок Мне Сюда Не Нужно Выпить Не Помогло Поднять Настроение Боевого Брата Я Поставлю Сюда Экипирую Медикаменты 8 Но Пока Вылечиться Не Успеваю Наверное Очень Мало Времени Еще Прошло От Простуды Надо Бы Избавляться Конечно Орки Бродят Я С орками Не вариант Мне сражаться Не Дают Мне Пройти Куда Еще Могу Пойти Вот Сюда Дорога Идет Тут Караваны Ходят Торговый Караван Не Представляет Угрозы Для меня Пока Что Пока Я На них Не Начал Нападать Они Наверное О Здесь Много Боев Варвары Угрозы Не Не Успел Я Присоединиться К битве 7 Крестьян Оттуда Слева Идут Много Поселения Очень Много Лесов Гор Какая Карта Такая Не Совсем Приятная Квестов Мало Шапок Никаких Не Продают Исследуем Дальше Сходим Сюда Отсюда Караваны Не Ходят Но Здесь Есть Поселение Не Интересное Поселение Получается Крайне Плохая Карта Мне Попалась Очень Странно Та Карта Была Как-то Поприятней Из Сновидений Вооруженный Гонец Появился Квест 220 Крон Куда Нам Нужно Будет Направляться Давайте Посмотрим На Восток Направляемся Прибыли Квест Выполнен Сопроводить Караван Может Попробовать Все Таки Надо Прикупить Еды Не Головных Уборов Вообще Нормальных Не Продается Жаль Здесь Боевая Коса Есть У нее Довольно Таки Большой Урон И Может Бить Со Второй Клетки Можно Ее Использовать Наверное Если Я Буду С Караванщиками Бегать Но Она Дорогая И Много ОД Тратится Не Не Здесь Нам Предлагают Украсть Меч На Похоронной Церемонии Мы Этого Делать Не Будем Разбойники Бродят Хочу добраться До Незельвальда Вернуть Предмет Квесты Конечно Не Очень Прикольные Я Вот Забрался Сюда Мне Кажется Что Тут Я Много Не Заработаю Надо Быть Какую Другую Территорию Найти Попробуем Тогда Продвинуться Ага Там Пауки Продвинуться Куда То На Запад Лютоволки Опасные Тут Земли Конечно Дорог Я Не Вижу Горы Высокие По ним Очень Медленно Передвигаемся Тролли И от Троллей Мы Убегаем Похоже Что Придется Мне Вернуться К Этим Поселениям Не Нахожу Я Пока Ничего Другого Посмотрим Есть Есть Или Здесь Какие-то Задания Сопроводить Караван Давайте Попробуем 1480 Крон Я Соглашусь Но Скорее Всего Нас Убьют Мне Кажется Очень Мало Караванщиков Получается Вы Встречаете На своем Пути Монаха Что Странствует Вместе Со своей Повозкой Сколько Крон За кружку Пива Налейка По кружке На весь Отряд Наконец Колобок В хорошем Настроении Пять дней Мы будем Путешествовать Всего Лишь Караван Из Шести Юнитов Скорее Сего Там Два Осла Продолжаем Наше Путешествие С Караваном Надеюсь Откроем Новые Поселения Как можно Больше Другой Караван Шесть Такой Как и У Нас Вон Девять Много Враждебных Караванов Плохо О Поселение Это крепость Какая-то Крестьяне Враждебные Также Получаем Плюс Пять Инструментов Неплохо Вправду Торговый Караван Довольно-таки Далеко Мы Уже Прошли Интересно Не думал Что мне Удастся Так далеко Забраться Сейчас Посмотрим Что Нас Ждет Дальше Опасности Вообще На каждом Шагу Подстерегают Я очень Надеюсь Что Квест Получится Выполнить И получить Эти кроны Не Получилось Бежим Бежим Нас Ополченцы Поймали Я тут Круг Получается Сделал По сути Я сделал Просто-напросто Круг Снова Минус Караван Бежим 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 Городской Стражи Бежим В пустыню Куда-то Надо Добираться До Порта И Сваливать С этих Территорий Куда-то Не знаю В другое Место Преследуют Нас Надо Выбираться На дорогу Надеюсь Здесь Ополченцев Не будет Никаких Проходим Мимо Поселения Враждебного И нам Нужно Сюда Сюда Вот Все Отплываем Надо Уплывать Отсюда Мне здесь Вообще Не нравится Покупаем Рыбку Сушеную Крупу И Отправляемся Аль Хаик Вперед Поплыли Посмотрим Что здесь Вообще Сопроводить Караван Имеется Восстание Рабов Тут На данный Момент На арене Что у нас Два Кочевника Я должен Хорошенько Все обдумать Кузница Ну опять же Здесь Только на рынке Что-то Можно покупать По цене 25 брони Шапку бы Какую-нибудь С броней Вот 30 брони Какой-то Платочек Грязный Хотя бы Так Во Голова Защищена Против Двух Кочевников Я думаю Выжить Не смогу Даже Нет смысла Пытаться Пробовать Сопроводить Караван Можно попробовать Нет Далеко Идти Давайте Исследовать Вручную Посмотрим Что тут У нас Вокруг Пока Нет поселений Никаких Уже Довольно Таки Долго Идем Поможем Вернуть Повозку На дорогу Путнику Нравственный Облик Отряда Улучшается Хорошо Огромные Расстояния Просто Тут сражение Какое-то Было Торговый Караван Наконец Так Стоп Неужели Я возвращаюсь Ой Блин Я опять Возвращаюсь Туда Откуда Прибыл Ну Это Прям Вообще Карта Просто Отвратительная Попалась Я Не могу Понять Как Так Получилось Здесь Квестов Нет Куда Мне Вообще Ити Я Не Понимаю Куда Бо Я Не Пошел У Меня Вообще Проблемы Большие Тут Тупиковый Город Городов По сути Практически Нет Враждебные Города Здесь Квесты Я Почти Все Попеределал Но Путешествовать Здесь Тоже Не особо Таки Выгодно Как Как-то Выполнять Квесты Попробую Сюда В лес Куда Ним Пойти Может Быть Получится Найти Какое-то Еще Поселение Вот Только Вражеские Лагери Всякие Заберемся На гору Исследуем Окрестности Колобок Получает Травму Сломанный Нос Наверное Он Упал Со Скалы Море Это Что У нас Такое Причудливое Дерево Застыв На краю Лесной Поляны Вы Не Можете Поверить Открывшемуся Глазам Зрелищу Человеческое Туловище Растет Из земли Словно Стройное Деревце Обнаженное С Обнаженное С Вздыбленными Волосами И Застывшими Мурашками Уходящее Вверх На два Людских Роста Ветвей Нет Нет И рук Вместо Них Из тела Растут Гроздья Человеческих Голов Образуя Жуткое Подобие Кроны Все Головы Детские С Красивыми Лицами Двусмысленно Бесполые Словно Застывшие Во времени Тени Самих Себя Создатель Сего Творения Превратил Их Лица Из Чего-то Обыденного Странно Простодушное Взгляд Их Выражает Непонимание Того Как они Очутились Здесь Они Словно Собираются Спросить У вас Об этом Вид Их Напоминает Об Утопленнике На которого Вы Недавно Наткнулись Чье лицо Застывшим Удивленным Взглядом Было Искажено Потоком Вод Бурной Реки От дерева Раздается Шепот Он Стелется По земле Словно Жужжание Насекомых Постепенно Карабкающихся Вверх По вашему Телу Заползая В уши И разум Он просит Вас Остаться Посмотрим Что же Это Такое Вы Подходите Ближе Странное Существо Выпрямляется Раскачивая Своими Головами Стороны В сторону Будто Павлин Расправляющий Свой Хвост Они Говорят С вами Старейший Да Здесь Да Он Мы Знаем Его Мы Знали Лица Искривляются И Обесцвечиваются Словно Разговор С вами Отнял У них Значительную Часть Жизненных Сил Постепенно Они Вновь Обретают Дар Речи Но Теперь Каждая Голова Этого Гротесского Зрелища Держит Речь По Отдельности Пей Немного Исцеление Все Пей Все Стань Единым Вы Смотрите Вниз И Видите Выступ Изогнувшийся Над Лужей Размером С С Выступ Стекает Слабая Струйка Воды Но Откуда Конкретно Льется Эта Вода Понять Невозможно Вы Поднимаете Взгляд И Видите Лица Смотрящие Вниз Что Меняют Своё Выражение От Мучения До Радости От Удивления До Страха И Смущения Знакомо Знакомо Всегда Тут Нечего Пить Вы Кричите Тут Ничего Нет И Вы Ничего Не Чувствуете Только Присутствие Страха Непроизвольное Щекотание Когда Вы Кладете Руки На Землю И Пытаетесь Отстраниться Вы Понимаете Что Не Можете Оторваться От Лужи Тусклые Лица Мерцают Выходя Из Пустоты Они Подобны Лицам Что Были На Дереве Драматично Неодушевленные Болезненно Сотворенные Из Прошлого Настоящего И Будущего Вот Они Здесь Приближаются Их Собирается Все Больше Бултыхаясь И толкаясь Вперед Превращая Этот Темный Ад В Белую Пустоту Внезапно Вы Понимаете Что Сматривались В Лицо И Ничем Более Но Вместе Они Словно Большой Белый Лист Приближающийся К вам Вы Понимаете Что Они Образуют Одно Огромное Лицо Ваше Лицо И Оно Смеется Закричав Вы Наконец Попадаете Назад От Лужи Колобок Успевает Вас Подхватить Он Смотрит На Вас С Выражением Беспокойства Ну Тут Это Колобок Все Видит Так Командир Ты В Порядке А Ну Получается У Колобка Тут Это Видение Ты Задремал А потом Твоя Голова Соскользнула В Воду Вы Поднимаете Взгляд Ожидая Увидеть Гротескное Дерево С Ужасными Лицами Но Его Здесь Нет Сколько Бы Не Вертели Головой По Сторонам Вы Не Можете Его Найти Я Не Понимаю Тут Непонятно Что Вообще Происходит Конечно Лагерь Орков Походу Я Уже К Северу Подбираюсь Белый Лютоволк На нас Нападает Один Ну Что Лютоволк Давай Драться Посмотрим Кто Ты Такой Я Думаю Это Испытание Которое Колобок Должен Пройти Поднимаем Щит А Понятно Просто Ваншот От Лютоволка Мы Получаем Даже Поднятый Щит Не Помог Что Либо Сделать Ну Получается Так Такой Вот Прохождение Я Думаю Что Колобок Снова Проснется Но Уже В Другом Каком-либо Прохождении В Другой Истории Здесь С Попрошайкой Было Очень Тяжело Мне Еще и Карта Попалась Довольно Таки Неприятная Будущем Может Еще Раз Попробую Попрошайкой Сыграть Но Сценарий Этот Довольно Таки Сложный На этом Все Такая Получилась Серия Всем Спасибо За Внимание Всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры